Здравствуйте, здравствуйте. С вами снова Ваня. 23 серия. Нема-пак. Ну, Вилли мы уже нашли, будем искать нема. У меня тут, понимаешь ли, кости. Визитер хитерстан 20 летов. Я начинаю делать хлор. Потому что, ну, хочется же увеличить количество вырабатываемого урана, который я вообще вырабатываю. Здесь всё вроде бы хорошо. Вот эта машина вроде как бы справляется. Осталось понять, куда девать хлор. Может быть, даже столько Брайна не надо. Потому что, как ни странно, Брайна вот здесь вот копится. А это плохо. Он должен подать по... Сколько его поступает, должно столько же его отсюда и уходить. Это баллончик. Вот это вот хранилище содиума. Да, мы будем делать реактор на содиуме. К сожалению, одним из необходимейших условий сделать челлендж. Сам заключается создать максимального размера фижен-реактор. Кром механизм. И достаточно его остужать. Чтобы его остужать, к сожалению, нужен содиум. Потому что максимальный размер, который можно остудить водой, это 75 родов. Это не максимальный. Я могу сделать огроменный посадить там в центре один фуеврот и радоваться. Но, наверное, нет. Кстати, место установления экскаватора абсолютно неудачное. Если мы возьмем вот эту штуковину и посмотрим на нее. Тут написано, что 27%. В общем, маленький saturation. Маленький saturation. Это значит, что большинство того, что делает этот экскаватор, это он вот так вот молотен пустыми ковшами. Видите, там половины ковшей пустые. Вот, это вообще не вариант. Да, продолжаю бегать по зеленой броне. Она мне нравится. Ну, как минимум, у нее офигенные. Конечно, чанты от астралки не очень. Но все остальное очень даже офигенно. Надо, кстати, перечантить ее, наверное, астралка позволит. Так, куда мы деваем хлор? Хлор выходит вот с этого бока. Это, наверное, плохо. Потому что я сейчас соединюсь с этиленом. Не хочу соединяться с этиленом. Хочу соединяться с хлором. Так. Хлор мы деваем вот в этот вот антамглапортер. Ему на самом деле же все равно. Да, его варьируют. Если я поставлю его вот так вот. Он же правильно все принимает энергию? Да. И со всех сторон он принимает всякий газ. Ну и, соответственно, хлор у нас будет заходить в этот антамглапортер. А на базе из этого же антамглапортера будет выходить. По-моему, нормальная идея. Это жидкостная труба. Здесь мы не пересечемся. Такс. Ну и, соответственно, соединить. Это светленький. Светленький идет не сюда, а сюда. О! Хлор пошел. Хлор пошел потихонечку. Прекорно. Все у нас произошло на базе. Ну, я тут постепенно восстанавливаю машины. Потихонечку восстанавливаю вот эти вот, как бы это сказать-то, линию производства урана. Сделал вот эти машинки. Поставил их, правда, в соседних чанках. О, они докопали. Вот. Ну, я их ставлю, наверное, в тех же самых чанках, в которых я делал проверку на эти самые. Да, они прям докопали. Жесть какая, докопали очень мало. Вот. В каждом из этих чанков я проверял, что есть. И, ну, в общем, как-то вот так. А, я не телепортнуюсь. Так. Как мы будем питать эти машины? А что вообще здесь будет происходить? По-хорошему. Если я сейчас утащу вот этот англопортер. Не, ну, я могу... Я могу сказать, что вот эта штука сливает... Она же сливает себе в лицо. Вот. Пока будем питаться вот этой штукой. Да. Нормальный... Ай, нормальная идея. Зачем мне тут поставить батарейки? Вы не поверите? А... Так, в лицо. И вот сюда вот еще. Полная. Вроде пол... Нет. Не очень полная. Это, кстати, мои эти барахлизмы. Ну, Ваня барахольщик, вы сами понимаете, никуда не деться. Вот эта штука. В нее засовываешь дискетки. Она очень быстро сливает содержимое дискеток в систему. Очень удобная вещь, между прочим, надо сказать. Это телепортационная. Это потом будет тетра. Это импорт. Надо как-то сюда завести две вещи. Речь номер один. Надо как-то не соединиться вот с этой трубой. Потому что здесь же кислород. А как не соединиться с этой трубой? И как-то отдать... Ну, то, что мы отдадим электричеству в лицо, это абсолютно не проблема. Вот мы его отдаем. Вот. Но как отдать газ наверх и получить вот в этой машине хлор? И это прям... Это прям развлекуха та еще. Я боюсь, что при помощи куб она не решается. И я думаю, что водород под вот эту историю я буду отдельно вырабатывать. Нет? Ай! Немножко не то. Вы тоже так дома себя ведете? Так-с. Нет, стоп. Не эту трубу. Вот эту трубу надо разобрать. О! Прикарненько. Итак, здесь добывается кислород. Если, скажем, дамп эксцесс, то будет хорошо. Вот процесс пошел. Здесь добывается хлор. А, да. И... Ид... Энержа. Почему Энержа? Да. Так, замечательно. Почему? У меня сюда заходит хлор, и нифига не происходит. Хотя это хлорин. Потому что я жду дурива, я забыл. Нужен мне хлор. Нужен наша соляная кислота. Из разбитого стекла, насколько я помню, делается прикольное стекло. Нет? Получается обыкновенное стекло. Ладненько. Да, окей. Так, нам нужен инфьюзор, по-моему. Зор. Инфьюзор. Кремикал инфьюзор. Смотри, все есть. У меня кончаются самая... Какая, интегрейте-серкиты. Ляписные штучки. Да, вот эти вот. Интегрейте-серкиты, да? С ними надо что-то придумывать. Такс. Вот этот баллон был для чего? Для топлива, скорее всего, баллон. Так, и мне нужны спидапгрейды. Точно. Нет, не спид. Просто energy. В чем проблема? Проблема в том, что в том месте, куда я сейчас хочу подлезть, очень мало места. Я вот этих штук надел. Так, а вот это надо где-то здесь расставить, а кремень даже сюда слить. Прямо в систему. Кремня нормально. Тут кремня. Меня просто радует Atomic Disassembler. Так, ну и точно так же, как вот эта вот история. Кремень сюда. Это, по-моему, была коробка под песок. Эм. Где мои супер трубы? Супер трубы. Ага. Пали, понеслась. Ну что, быстро кончается. Ну ладно, кончится в свое время. Сколько у нас здесь апгрейдов? Три. Очень хорошо. Из кремня я делаю динамит, который, по-моему, кончился. Нет, динамит еще не кончился. Машинка работает. Окей, хорошо. Она взрывает. Она пироманьяк. Так. То, что я протащил АЕ-шечку сюда, я, по-моему, уже показывал. А то, что я установил вот эту систему, это было абсолютно несложно. Уже 700 динамитов взорвало, зараза. Только успевай заряжать. Да, она запущена. Она работает. Ее зовут Бейс. У нее все хорошо. Вот. Рассказывает про динамит. Вот эта вот черепаха, которую мы сегодня будем строить. Я пытался придумать, как именно я вот здесь буду избавляться от воды. У меня нет идей, на самом деле, хороших. Вот, как это сделать. Ну, ладно. Сюда как-то должен прийти инфьюзор. Флор. Конечно, хорошо. Но, допустим, вот эта штука сливает водород в инфьюзор. Будешь сливать водород в инфьюзор, если я очень попрошу. Да, это вот та самая история, когда Ваня делает машины максимально компактные. Началось у меня это очень давно. Еще на Нук Пауэриде. А. Ну и, соответственно, вот этот вот точно так же, как и все остальное, но сливает хлор в свой бок. Да. И вот. Вот наш хлор пошел. А хлор что-то не приходит. Газ. Отсюда прием. Да. Вывод газа наверх. Почему он не отправляет газ? Газ же. Газ. Энжект. Право. Не, но всегда у нас есть вариант. Конечно же. Вариант поставить. Газовая. Газовая. Так вот. Так. Мейн сет. Включились. Да, газ. Ну, газ. А вот тут, сюда. Неужели у меня какая-то фигня произошла в месте, где хлор производится? Все. Было бы. Ночь там, извиняюсь, злые мобы. Хлора нет. Эм. Туда затекает брайна. Брайна дофига. Электричества нету. Ну да, это проблема. Такое бывает. Вот. Теперь хлор есть. Если у нас на самом деле... Есть. Нужен ли этот тенглопортер? Стой. Стой. Тенглопортер, наверное, не нужен. Если мне потребуется какой-то буфер хлора. Во-первых, буфер хлора есть у этой машинки. Газ, хлорин. Хлорин, один милибакет. Во-первых, большой буфер есть, он в тенглопортере. Во-вторых, а на самом деле не важно ничего, нам нужна газовая труба, которая, не соединившись вот с этой трубой, а я сказал, не соединившись. Вот как их заставить не соединяться? В этой бы соединение отключено. Вот, все замечательно. Вот. Ну, я вам скажу, что что-то происходит не так быстро, как хотелось бы. Ммм, хлора дофига. Так, видимо, нужно несколько спидапгрейдов. Но можно на самом деле много спидапгрейдов сделать. Единственное, что у меня с усмем. Спидапгрейды же делаются из усмем. Ну, типа... Ммм, два набора спидапгрейдов. Пусть еще и будет. Кстати, вот эту машину можно уже полностью заспидапгрейдить. Вот эту можно машину заспидапгрейдить. Так, и процесс пошел. То есть мы потребляем весь хлор, который к нам приходит. Ну, все так медленно. Iron Ore. То есть сюда нужно... А, газапгрейды же нужны. Я же совсем забыл. А для того, чтобы эта история нам работала правильно, нам нужны газапгрейды. Есть ли у нас Iron Dusk? Ты же смотри, есть. И таким образом эта машинка начнет потреблять меньше хлора. То есть соляной кислоты. Вот. И может, как это называется, кипапаться. То есть сможет поддерживать производство. Так, что тут у нас? Фиды полные. Энерджи есть. Газ есть. Мафлеров нет. Здесь. Газ. Энерджи. Ид. Но тут есть мафлеры. Мне нужно 4 набора мафлеров. Так. Ну все. У меня не хватает хлора. Это не проблема. Увеличить производство хлора можно вот здесь. Давайте удвоим все-таки. И добавить спиды сюда. Ай. Спиды сюда. Теперь хлора производится много. Единственная проблема, которая у нас есть, это у нас и содиумом много производится. Но это... Это большое газохранилище. Я старался. Это сюда. Оно выглядело как газовая колонна. Это огромный баллон с содиумом. Так. А что у нас тут? Брань не успевает производиться. Ты же смотри. Вот. Ну теперь у меня супер вопрос. У меня работает экскаватор. Четыре майнера. Это питается четырьмя движками. А при этом эти движки нифига не делают. Вот этот вот движочек делает 25 кфетов. Вот эти движочки нифига не делают. У меня работает один движок на всю базу. То есть я могу развлекаться еще долго и упорно. И копить вот этот вот дурацкий содиум. Но окей. Это я такое сделал. Более того, у меня пока даже нет потребности притаскивать сюда. А я смогу притащить в случае чего. Клош. Фикарно. Так, нужны шахты, сам мафлеры. А, стил даст, по-моему. Если у нас стил даст. Да у нас этого стил даст. Вообще, тифы нам. И мертвые с косами стоят. Потому что у меня кончился... Что? Ничего не кончилось. У меня просто вот эта штука не делает автоиджи. Вроде работает. Вроде хорошо работает. Единственное, что вот эти трубы мог бы... Хотя нет, не мог бы. Мог бы увеличить буфер в них, но это не потребуется. Какая красота за окном. Вы бы видели. Это все. Это все. Его нужно ключиком расключить. Есть ключик. Достать из него апгрейд. Этот апгрейд достанется... По-моему, вот этой вот коробочке он очень нужен. Ну и больше ничего интересного нет. Чем мы можем сегодня наконец-то заняться? Когда все более-менее починено. И есть вот эта вот история. Топливо я пока производить, наверное, не буду. Вот эта вот машина для производства топлива, на самом-то деле, насколько я помню. Что-то для топлива, что-то для лития. Вот это что такое? Для пастика. Но большей частью для топлива. Теперь сюда было бы неплохо подвести электричество. Скажете вы. Вы будете абсолютно правы. Но как? В принципе, как я хочу это все сделать? Здесь у меня какой-то экспортер суда. Но я не очень понимаю, как работают. Ага. Газа-то не хватает. Потому что этот дампинг-эксэс должен быть. Так-с. Он должен копить здесь хлорную кислоту только тогда, когда ему реально это нужно. Ну, как-то вот отсюда у меня все уезжает. Здесь у меня есть возможность дальше провести ешечку. Но ешечку надо вести хитро. А можно и без хитрости. А что мы? Если ешечка идет у нас здесь, то по ней можно пустить по 2пшечку. И где-то вот здесь вот, собственно, из аешки по 2пшечку извлечь. Кабели кончаются. Да. Такие кабели, 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 кабели. Так, что нам нужно? Чтобы была по 2пшечка. Нам, собственно, нужна по 2пшечка. А также нам нужны дэнс-кабели. Такие у нас бывают. Мне нужны вот такие. Нужно их много. То есть мне нужны вот такие. То есть мне нужны вот такие. Таких нужно, наверное... Ну, пусть я будет много. Черт возьми. Че я? Вот. В чем основная смешная проблема? Ну и, соответственно, мне нужны вот эти вот самые красивые, которые про себя говорят, сколько в них на самом деле этого самого. находятся каналов. В общем, как-то вот так. Туда идет вот такой кабель. Вот. Который про себя говорит, сколько в нем каналов. Мы сможем посмотреть. Ну, а дальше. Подключается вот к этому интерфейсу что-то. Можно, кстати, вот так сделать. Тогда он подключится к интерфейсу. Ну, кстати, он узеньким кабелем подключается, да? А можно этого не делать. А поставить кабель-анкер. Вот эта штуковина, которая не дает кабелям подключаться друг к другу. Тогда если я здесь буду вести даже вот какой-то... Ой. Все будет нормально. То я понял про эти кабели. Дело в том, что вот это вот, это, по-моему, 32. Он делится на 2 или... А, он, по-моему, делится на 4. Дайте вот этих сделаем побольше. Нет, нам другой флюикс нужен. Нам нужен тот, который подешевше. Вот этот флюикс. Пинк, пинк. Все замечательно. И из вот этих нам нужно сделать вот такие с шерстью. Что у нас, кстати, с шерстью? Не нужно ли ее начать производить? Нужно ее начать производить. Но это на самом деле не проблема, а потому что у нас есть стринги. И стрингов у нас много. У меня там где-то есть целая огромная пачка. Красота. Это флюикс Ме Кавель Кейбл. Давайте на нее посмотрим. Нужно ли его делать эрдстонным? Вот вопрос. Если мы его сюда проведем, то он про себя ни черта не говорит, про количество своих этих самых каналов. А мне бы хорошо бы знать, сколько на нем каналов. Поэтому надо бы его прогледить. Глоустону мало. Ну, не то, что прям мало, но прям не очень много. Окей. Смарт-кабель флюиксный. Если мы сделаем следующую вещь. Мы отсюда вывели по 2пшечку. Ну и типа на самом деле вот эта по 2пшечка, давайте используем вот эту страну нашей необъятной виновины. Поставим сюда по 2пшечку. Подключим ее вот сюда вот. Возьмем карточку. Я наконец-то начал помнить, что у меня есть два типа разных карточек. Ну, в общем, чпок. Это настройки еще с прошлой базы. Так, она включилась. Она желтенькая. Что значит желтенькая? Желтенькая там энергия. Нет? ФЕ. Да, это ФЕ. По 2п-туннель. То есть, чтобы он правильно заработал, и в него нужно ткнуться кабелем. Вот. Теперь он будет у нас МЕ. По 2п-туннель, но он подключенный. Так. В общем, сюда идет дэнс-кабель. К дэнс-кабелю подключается несколько вот этих кабелей. Пинк и пинк. В принципе, насколько я помню, к нему можно подключить 4 таких кабеля. Если в этом 8... Вот у меня вопрос. Штука запитана. А почему она не уезжает? Здесь все есть. Здесь мы провели, подключили. Здесь оно сюда подключено. Оно подключено сюда и сюда. Работает ли моя... Да, она работает. То есть энергия есть. Ладно, давайте Shift-клик. И... клик. Все равно ФЕ. Окей. Надо решать этот вопрос. Так-с. Это у нас что в кармане? Это у нас МЕ. А материал... Что-то самое. Энерджи. Туннель. Хорошо. Устанавливаем. Создаем новый канал. Это у нас МЕ. В2П туннель. Все на мана. Сюда ставим. Тоже. Может, не здесь. Может, вот здесь его поставить. Когда я смогу отсюда вывести прям тонну разных... Ну, как минимум три кабеля. Так. Это клик. Он МЕ. Но теперь он настроенный. Сюда идет большой кабель. И с большого кабеля можно вывести теперь три. Такое вина. Если его продолжить вверх, то аж все четыре. Раз, два. В какую сторону нельзя. Но... Не все так плохо. Думаю, столько полишит марла. Если мы возьмем вот эти коверы и заковерим. Вот здесь вот. А нам же тут надо заковерить. У нас же база, понимаешь ли, бросово-показательная, чистенькая. И заковерим здесь вот эти вот. То можно... А нельзя. По однам. У нас есть варианты. Нам нужны applied энергетические cable-анкеры. Устанавливаем сюда cable-анкер. И оно ничем не соединяется. Но единственное, что... О, оно не соединяется здесь. А если мы здесь будем что-то вверх выводить, то оно и здесь не соединится. Итого, используя всего одну сторону, то есть одну клеточку этого куба, мы завели сюда три, а может быть даже четыре, если очень повезет. Вот этих штуковины. Ну, типа того. Почему она не уезжает? Здесь даже видно, что есть один канал. Почему она уезжает? Все нормально. Вот этот. Четвертый канал я оставлю, наверное, вот для вот этой штуки. Потому что сейчас она подключена прямо в сторону коробки. А я могу сделать самое... Включить точно так же, как и здесь. Вывести вот четвертый кабель из вот этого по 2p. Вот этот четвертый кабель будет... вот этот четвертый кабель будет четвертым, собственно, каналом вот этой самой штуковины. дальше. Нужен ли мне автокрафтинг, где он будет стоять? Я думаю, что вот эту историю можно принести поближе к центру, а автокрафтинг спрятать за ней. Это будет прикольно. Более, что автокрафтинг, как и все остальное, требует только одну сторону мешечки. Я так подумал, а может быть сюда запихнуть автокрафтинг? Но нет. На самом деле вот это заднее пространство и вот это пространство нам потребуется. Кстати, наверное, с отступом ровно в три клеточки. Потому что у нас здесь, к сожалению, будет куча по 2p-шек. Может быть, когда-нибудь, если база разрастет. тут будут стоять квантум ринги. Количество тут квантум ринг, тут квантум ринг. Кстати, а что у нас с конденсироваться destroy items? Нет, я не хочу destroy items. А хочу into regularities. Вот. Вот такой хочу. Так. В общем, да, где-то здесь мы, наверное, ставим и возвращаем компьютер. Компьютер даже, наверное, будет вот здесь. А теперь самый важный вопрос. Успеет ли Ваня воткнуть компьютеру модем до того, как он включится? База включилась. О, модем включился. Ctrl-T. Ну-ка, Ctrl-T. Вранье. Выключается. Что там моя припаха с динамитом говорит? Ой, дождик пошел. Дотворила. Именно поэт... Ага. Именно потому что она дотворила. Ни черта у нас тут не произошло. Почему у нас здесь мана копится немножечко? Ну ладно, на самом деле не важно. Все в спарках. Классно. Маны до черта. Если буду чатить, будет все хорошо. Так, ну все работает хорошо. Прекрасно. Нам нужны интерфейсы. Почему их так много? Их должно быть 16. Нам нужны фрацы. Вот эти. А где еще были красивенькие M? вот эти. Ну и собственно по-моему все. Давайте здесь поставим вот здесь вот працые. Они должны стать отдельно друг от друга. Они не должны друг другу касаться. Насколько я помню вот так. Туда можно завести тупо один вот такой кабель. вот. А здесь у нас будут стоять вот эти вот колонны. Им тоже нужно по 8 каждый. Надо аккуратненько ставить. вот это надо перестроить. Это несимметрично получается. Какой же кайф в этой броне, в которой есть... Ай! Надо будет пролететься черепахой и починить все окна. А броня, в которой есть рич-3, понимаешь ли. еще у меня где-то надо кстати едалоновскую штучку сделать на рич. Так, это у нас потом когда-нибудь будет использовано. Вот это мне повезло. Почему у меня нет стекла? Вот этого, который я разбил случайно. О! Пригаю высоко и вообще вообще шикардос. Так-с. Вот эти штуки можно тупо подключить одним кабелем, а вот этот одним кабелем не получится, но получится двумя. Lux Smart кабель, по-моему, он же идет у нас сюда. Сколько у нас тут каналов? Нужен какой-то вейва. Ну, по-моему, здесь 8 каналов можно подключить, поэтому у вас нафиг туда идут вот эти вот. Pink. Pink. туда идет жирный. Pink. Из жирного идут тоненькие. Ну, я знаю, сколько здесь каналов точно. О! А! М-м-м. Допустим так. А сюда идет P2P-шечка. Верх базы у меня будет использоваться для отправки каналов вверх, соответственно, здесь идет вот такая P2P-шечка. Мы ее пока тоже подключаем сюда, но через некоторое время все провода, которые у меня работают с только P2P-туннелями, я, наверное, перекрашу. Отставить соединяться. Эм. Совсем отставить соединяться. П2P-шечка. Не хочет. Кстати, а если вот эту штуку поставить по центру? Нормально же будет, что я на самом деле. Да. Здесь будет просивший. Понятно, что сюда заводится больше каналов, чем этой штуке нужно, но так бывает иногда. Вы уж меня извините, если вы перфекционисты. А если вы совсем перфекционисты, пришлите мне, как правильно это делать. Вот. Как эффективно запихнуть одну сторону в автокрафтер. Ну и, соответственно, со всеми вот этими вот расчетами, сколько нужно, чего, на какой скорости, какие апгрейды подпихивать. Вот. Тоже было бы очень интересно. Вот. Не соединяется. Ага. Ставая столько shift кликнуть сюда. Кликнуть сюда. И вот эта история заведется. А, завелась. Да, завелась. И вот эти завелись. Круто. А у меня теперь есть автокрафтинг. И вот эта штуковина. А вот эту штуковину можно будет вынести куда-нибудь сюда поближе. Таким образом стороны будут заняты машинами, а в центре будет немножко места. А, кстати, долго будут заселять. продолжаем разговор. Мне нужно почистить мое барахлище. А нет, я думаю, у меня их очень много. А вот этих фаттернов у меня, ну, так, чуть-чуть. У меня есть производство бутылки молока. А, да, кстати, бутылки молока мне нужны для производства какой-то еды были. Так, запихиваем это все. Нет, не сюда, вот сюда, вот. Бжик, бжик, вот, более-менее что-то есть. В эти штуки запихиваются вот сюда акселераторы и вот сюда акселераторы в диких количествах. Вот супер вопрос, а надо ли это делать? Пока я этого не делаю, но у меня автокрафт какое-то время занимает, но неприятно. ну, что, мы готовы? В общем-то, мы готовы. куда можно пихнуть вот отсюда кабель. Покрасить будет действительно вот эти кабели. Пихнуть кабель и провести его как-то вот так. Да, у нас идет экспорт руды, но есть проблемы с экспортом руды. А, стоп, у меня же все с собой было. Я же эти штуки решил держать при себе. У меня есть экспорт басы, но экспорт басы экспортируют по одному предмету. Вот эти штуки экспортируют по несколько предметов. Так, надо повыше поставить. туда можно воткнуть девять предметов. Прикольно, но все равно мало. В сравнении с тем, что происходит в рефайнеде, это ни о чем. Я думаю, что вот такой трубы нам хватит, причем очень надолго. Вот эти машины не такие крутые. так, ну и соответственно золотая железная руда. Пошли. Рестонную понятно, как обрабатывать вот эту цертус тоже понятно, вот эту тоже понятно, все в инричер. кстати, вот эти штучки надо привести в себя. Не так уж много у меня ниточек, надо опять начать производство урановое туда же. Ну и вроде как бы все, да? Ляписом надо что-то придумывать. Вот Тинтор сюда, насколько я понял. Поехали? А, не, не так. не так, не так, не так, не так. Ну вот так. А можно там А стек можно? Зараза. Ладно, обрабатывай. Пойду в тебя. Есть Тин еще-то? Да, есть. Всего по стеку. Держите стеками. Че вы? Держать надо стеками. О, поехала. Поехала. Ну и соответственно сюда можно все убрать лишнее. А вот это вот сделает так чпок сюда приедет. Такс, по-моему, Тин сюда не едет. Хотя это же механизмовская руда. Очень интересно. В общем, процесс пошел. Мне все нравится. Единственное, что вот эту машину надо проапгрейдить. Слишком она маленькая. Мне нужны красненькие апгрейды. На самом деле эта штука называется tier апгрейд. Мне нужен вот такой. Могу? Нет, конечно же не смогу. это черт возьми четыре процца. Что как бы говорит мне о том, что следующая задача, которой нужно заняться Ваня, это создание системы производства проццов. Вот Тин приехал. Ехал. Красава. Все сюда уезжает, уезжает. Пас. Такс. Еще. Что делать с алмазами? Стоять около астрал сорцерей и делать алмазы я не могу. Их можно два четвертью пять два просто два просто нет, два с четвертью и пять капицам-то понятно. хорошо. А какие у меня есть кирки на форчун? Нет. форчун три. А почему всего три? Ведь форчун бывает сильно больше в природе. Нет, форчун бывает всего три. Очень интересно. Я думал, что пять бывает форчун или это лутинг бывает пять. Ладно, форчун три, допустим, есть шар. Что у нас бывает по форчун форчун три, форчун форчун один и бывает ну вот бывает же форчун пять бывает форчун пять лутинг шар пауэр и ченнелинг из чего я делаю такую книжку. Если бывает такая штука то мне срочно нужен анвил. Есть такой какой сам демадж есть. А их можно чантить? Нет Эндердаст можно на них делать из Эндершардов не интересно. Хара По. есть ли у меня какая-нибудь кирка хорошая? Ой а из двух чипов можно один нормальный сделать? Допустим это хозяйство все будет ну здесь вот стоять. Так туда же наверное ядовоновский ядовоновский чантер. Книжка есть. А стоп книжка у него есть. Ваня если ты сейчас потратишь эту книжку ты останешься без этой книжки. Что делать? Правильно брать ляписный блок. брать ляписный блок. Брать обсидиан. Брать ботанические цветочки. Все это тут пайлоны брать тоже надо. Шесть штучек. Огай надо навалять когда-нибудь уже. Как нужны ботанические цветочки. Мне нужны были черненькие и фиолетовые и да. Так и нужен был обсидиан. и так как я буду сажать цветочки мне потребуется спарк кстати нужен мне потребуется если я буду сажать цветочки кстати ляписа наверное нужно больше потому что давайте тогда уж и сделаем аггломерейшн плейт раз уж мы идем заниматься ботанией даймон тор пока погоди а аггломерейшн плейт нужен ливен рог аггломерейшн это все установлю видимо рядышком с вот здесь здесь же встанет должен же встать вам так если мне не заменяет память вот так вот и сюда спарк отдай спарк дура проверим что это работает нам нужен мана даймонд есть еще даймонды есть моносил есть а также нам нужен летающий цветочек который не дает нам тырить предметы но мы пока себе это позволить можем можем все себе позволить но у меня просто времени на это нет такс работает ли наша аггломерейшн плейт люк люк а идти подальше люк блямс аггломерейшн плейт работает гайя берегись соответственно мы строим за посидиана и диртам может не диртам может грасса у меня же есть какой-то грасс добытый ну и соответственно проблема добыть грасс нет у меня же есть силтач так я не помню как это делается но я думаю что вот здесь можно поставить где-то у меня были ботанические сюда неудобно ходить на самом деле ботанические книжки нет не эти давайте возьмем одну такую так энчант это наверное нет аппаратусы аппаратусы энчант без мана да это оно покажите как это устанавливается а можно как-нибудь повернуть вот эту вот штуку вот чтобы да вот она была как-то так не 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 ты что творишь я хочу ее видеть более того я хочу ее увидеть вот здесь ну тип того не можно даже кстати поближе туда что-то тащить да вот сюда чуть-чуть а тут что это я должна встать куда-то сюда но ну тип того готово насколько я помню надо сюда шевст кликнуть нет палочки надо надо махнуть волшебной палочкой но чуда не произойдет так дальше расположить здесь spark то есть я думаю что мне тут надо прям поставить заводик по производству динамита если я хочу что все было хорошо или же здесь восстановить листажерку мощную листажерку ну в общем это есть это есть вариант номер раз скажите мне пожалуйста можно ли взять книжку скопировать чем взять книжку и зачантить ее в этой штуке было очень классно нет книжка не чантиться то есть нужно взять пайкекс а я делал пайкекс откуда у меня такие пайкекс я вам даже не расскажу дело в том что ну я обижал визор скелет одетых а готова а что у нас будет форчен лутинг шарпниц я сделал такую книжку вот вопрос а если у меня еще с форченом в принципе поиск здесь довольно неплох форчен пожалуйста так а если я вот эту книжку сюда повожу я ее найду нет штука так искать не умеет она умеет искать только так вот у меня есть офигенный форчен 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 2 брейкин нет 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 ну ладно черт с тобою золотая рыбка давай делать себе форчен 5 кирпу стоп нет волшебства не произошло а еще я не знаю ни одного созвездия для того чтобы нормально все было ну ладно хорошо волшебства не произошло а то сейчас произойдет волшебство траты маны так мне сказали что один клик это значит что мы только один чант с этой книжки можем сюда повесить маны совсем немного что такое вау не ну конечно ботания она красивая форчен 5 на кирке это форчен 5 на кирке в конце концов так и если у меня есть форчен 5 на кирке то кирку то надо улучшить улучшить кирку мы можем сами уже без посторонней помощи да книжечка форчен 5 вылутин мы можем книжечки увеличить чего-нибудь так вот совершенно случайно эти шот атак в аффините и фишесе нет это только портить эту книжечку единственное что это гадина хочет нам добавить офигенный форчен 5 это скорчен хит мы же на это не пойдем правда но у меня есть предметы которые собственно и сподвигли меня к этому переезду в новый мир называются они старкатеры где они кстати астрал а где мой огромный набор старметал катеров неужели я все сюда ну вот один старметал катер а где все мои старметал катеры которые я делал ну-ка 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 опа у меня нет старметал катеров о как мысли нету ну-ка 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 тут один а где вот это вот дикое количество старметал катеров которые у меня были которые я чантил ну ладно на самом деле можно чантить книжки чантить книжки тоже неплохо вот нужно заставить вот эту штуковину так и если мы чантим книжки то нужно слить ману экспу а стоп у меня сейчас нет экспа пока сливать есть куда так что дают стоп дайте нам один уровень подают respiration отсквизишн quick charge quick charge наверное но это же на арбалет я им не пользуюсь уже лучше отсквизишн отсквизишн наверное даже хорошо это что-то тип магнита но только на то что ты сам выкопал берем efficiency берем ну вот теперь эта кирка будет более-менее место что мензин конечно не дадут ну вот то к чему мы и мы пришли к тому от чего уходили но зато порчинг эксквизишн efficiency анкбрейкинг если что мы можем чинить эту кирку другими кирками ну или там чем-нибудь алмазом какими-то использовать я ее собираюсь для копания алмазов книжечка с респирейшн а не надо ли ее с чем-нибудь объединить у меня есть уже книжечка с респирейшн бауварком и кавалериером и черт надо придумать каким образом снимать эти чанты в принципе хотелось бы конечно добавить в эту сборку как магический мод арсмагику то есть арсмагику а как технический мод наверное не очень хочется чтобы у меня спаунеры сами работали поэтому нет не апофеозис апофеозис это слишком жирно и действительно читерски было бы неплохо добавить пневматик там есть эта функционала ну и соответственно вы помните сколько секса у нас с пневматиком особенно если не использовать механизм так все это было бы даже очень забавно так и того у меня есть кирка с форчун 5 то есть кирка с форчун 3 наверное больше особо сильно не интересует но это все что я могу сделать есть ли у нас какие-нибудь способы добавить на себя форчун форчун фортитюд резистанс кстати хочу для войны с Гайей он делается из драгонбрефа ну стоп и врут получается форчун фортитюд так форчун у нас добавляется сюда это все фортитюд это рау фортитюд гиода ринг оф май форчун ринг форчун ринг оф гречер форчун 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 давайте почитаем про эту штуку есть еще этот блок пендент брев фортитюд нет брев фортитюд неинтересно а форчун интересно сколько всякого барахла из маны бенда форчун звери форчун форчун с Давайте Ring of Fortune. Это тупой рецепт. Это немножко не то. Мне бы прочитать, что такое Ring of Fortune. Рецепт, рецепт, рецепт. Sorcery Night Vision, Summon Spectrum War Bench, Sorcery Break, Basic Flowers, Enchantments, Sorcery, Artifice. Enchant my luck at finding treasuries when mining. Breakspeel will result in more treasuries. Ага. То есть это Fortune, который аффектит только Breakspeel. То есть если я копаю с пилом. Я еще не дошел до такого магического состояния, когда я копаю с пилами. Ну, я копаю тем, чем надо копать. Так что я боюсь, что шарфик только что ли. Ничего, ничего не повышает мой Fortune. Ай-яй-яй. Ну, ладно. Куда девать вот это вверху? Не знаю, чай будет. Алмазная руда. Берем алмазную руду. Берем, как всегда, десять этих самых. И вскапываем их. Восемь, девять, десять. Так, карфик. А, фиговая тренька. Ну, зато два лутинга. Ну, фиговая тренька. Ну, а пятый Fortune. Так, у нас был какой-то luck. Но насколько мне говорят, luck это про этот самый, про рыболовство. Так ли это? Potion of luck. Но это luck of the sea, а это просто lingering potion of luck. Может быть, это как-то с дракой связано. Голдхук и кризит лак. Кто-то его знает. Но так как этих самых potion у меня до черта, они валятся из каждой первой ведьмы. То я думаю, что абсолютно без зазрения всякой совести можно его выпить. Ну, что? Пятый Fortune. Карфик есть. Понеслись. Что-то вываливается. Три. Все хорошо. Значит, даймонды мы копаем с Fortune. Это даже не два с половиной, как некоторые штуки нам дают. Но это, конечно, не пять, как дают нам некоторые штуковины. Но, с другой стороны, черт возьми, как получается, так получается. В конце концов, у меня есть пистолет для этих целей. Вот, кстати, интересно, какую энергию жрет этот пистолет. Вот. Потому что его как-то не надо заряжать, ничего с ним делать не надо. Ну, поехали. Так, вот что я неправильно делаю. Проблема в чем? Проблема в том, что я очень медленно копаю. Метонная шамерита. Черт возьми. А у меня был где-то чуть ли не здесь. Increase Mining Speed. Несмотря на то, что у меня очень-очень быстрые кирка. Вот. Я как-то не вижу, что у меня Increase Mining Speed. Это, конечно, понятно, что я diamond руду копаю. Но это же, черт возьми, кирка. Когда она сломается, я ее сделаю. Апсидия самая низелитовую. Это же кирка, которая с efficiency. В следующий раз попрошу черепаху выставлять мне эти самые блоки руды. Потому что надо нацелиться и все такое. А тут как-то самое напролет поставится. Рич, кстати, помогает. Без рича было бы вообще тут. Пошно. Нужен какой-то vein-майнер, кстати. По-моему, был какой-то у меня vein-майнер. Или он Excavate назывался. Сейчас прочитать. Ну, в общем, у меня есть алмазы. Проблемы с алмазами более-менее решены. Давайте шамерит выкинем. Ну, неплохо, неплохо. Главное не сортировать, а ткнувшись вот в этот вот интерфейс. Потому что если сортировать, ткнувшись в этот интерфейс, 2000 алмазов, нормально, то у тебя испортится то, что лежит в кармане. Так, это таскать с собой — это полезная штука. Шарфик. Спасибо тебе, шарфик. Это было познавательно. Такс, окей. Проблемы с изумрудами не решены, но они решаются поиском деревни. Дальше проблема с... Во-первых, у меня нет ляписа. Но, насколько я помню, ляпис. Давайте возьмем ляписную руду и посмотрим. Может быть, с ней стоит сделать то же самое. А может быть, ее стоит загнать в литератор, который даст нам 12, который даст нам 14. По-моему, этот Fortune 14 нам не даст. Ну, можем произвести еще один эксперимент, черт возьми. 9, 10. Поехали. 7, 8, 9, 10. Даст! Так, хорошо. Дорогая черепаха, мне очень хочется, чтобы ты... Нет, вот это все нафиг не сдалось никому. А мне хочется, чтобы ты вот эти блоки, которые у тебя есть. Во-первых, что тебе нужно? А мне ведь придется использовать мои, те самые... Пустая черепаха, да, пустая черепаха. Ее надо проапдейтить, потому что у меня есть функция в моей библиотеке, которая меня очень интересует. Так, конечно, я притащил с собой это барахло, но мне нужна программа под названием Placer. Как она будет делать? Она будет всегда делать... Во-первых, она будет делать require v. Flash v, наверное. Дальше она ничего не будет делать. Давайте убедимся, что это работает. Да, это работает. Хорошо. То есть у меня есть вот эта функция. Правда, я не помню, как она называется. Поэтому едет vv. Окей. И функция у меня называется RefillSlot с указанием слота, который Refill. Окей. Нет, стоп. Где? Где? Где number expected? В его 25. Аргумент 1. Ладно. Давайте проверим, что там у нас. 25. А-а-а. RefillSlot. А я что сделал? Я же сказал, что там RefillSlot 1. 1. Очень интересно. Год nil. А почему год nil? А, наверное, там на баже. Знаете, бывает такая проблема, когда ты берёшь вот и бажишь. Select Slot. Select Slot. GetItemCountInSlot. Это не равно Slot. CompareToSlot. TransferToSlot. Почему у меня Slot становится nil? Потому что Ваня этот самый. Нет, я на баже вот в этой программе. Потому что вот это метод. О, восстанавливает. Дальше всё просто. Главное не разнести базу. Кстати, можно произвести эксперимент. Нужно разбить 10 штучек без лака и 10 штучек с лаком. Шарф-то одет? Шарф не одет. Ну что ж ты делаешь-то, дурень? Э-э-э, как так можно? Шарфик. Шарфик одет. А-а-а. Одеть пиние когти. Да, у меня есть разноцветные коготки. Так-с. И взять бутылочку лака. Одну. Так-с. Ну что? 30 без лака, 30 с лаком. Да, конечно, одна черепашка работает плохо. Вот это вот 30 без лака. Так-с. Как сделать так, чтобы черепашке было хорошо? Ну, взять вторую черепашку. Здесь будет стоять две черепахи, и тогда у меня процесс пойдет два раза быстрее, надеюсь. Черепаха. Как бы с тебя забрать программу? Очень просто. левая черепаха, относительно правой черепахи, это периферал. Ребут. Шатдаун. Турнон. Турнон. Афайв это послать нельзя. А-а-а. Ну-ка. Т. Гетайди. 9. Вейбл. Вейбл у тебя есть? Есть. То есть они могут друг друга шатдаун, ребут и все, да? И включать. Ммм. Окей. Это типа тебе. Это типа тебе. Сейчас перетащу программу. Капит паст. Так. Ну, это черепаха. Place it. Это черепаха. Place it. Должно пойти быстрее. Ну, типа того. Ну, что я делаю? Я же хотел сравнить с лаком. M. Ладно, будем надеяться, что нужно перетащить отсюда все сюда для того, чтобы я мог посчитать. Очистить лак, выпить и разбить 30 штучек. Смотрим. Временно сюда вот это вот вернуть, потому что, ну, да, я ломаю свою базу. Такс. У меня есть подозрение, что раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. То без лака даже круче, нежели то, что я вижу. Потому что вот это восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать полных стеков. Очень странно. Вот что я не понимаю. А почему они пытаются... А, вот что я теперь понимаю. Крепахи начали тормозить, потому что у них нет возможности... Можно как-нибудь размазать это здесь. Вот, у черепах нет нормальной возможности наполнить первый слот. Поэтому они протормаживают, и я ломаю свою базу. Ну, ладно, на самом деле. Дай. Большое спасибо. Было очень узнавательно. Вот. Когда в первом слоте 64 предмета, она даже не пытается его наполнить. Поэтому всё происходит хорошо. Я разбил дофига руды. Теперь мне даже не стыдно иметь такое дикое количество ляписа. Наверное, его надо ссунуть куда-то сюда. Есть апгрейды, есть апгрейды. И каким-то образом выгрузить весь вот этот десять каляписа вот туда. Как это делается? Делается легко и непременужденно при помощи вот этой штучки. Мы просто берём наши диски и все наши диски прогоняем через эту штучку. Она же работает? Да, она работает. Это пустые диски. Их возвращаем, например, сюда. Это сюда. И это сюда. Это сюда. Таким образом у меня на дисках ляписа должно не остаться. Вот. А весь ляпис должен уехать вот в то хранилище. Во. Заодно информация на дисках немножечко переуплотнилась. О-ка. 1700. Прекрасно. Почему 1700? Тут же написано 10к. Как 1700? А! Потому что здесь. Всё-всё-всё-всё-всё-всё-всё. Отставить, паниковать. Всё нормально. Оказывается, я правильно хранил здесь ляпис. А кто у меня сюда ляпис подсовывает ещё лишний? Нет, всё. Ноль. Замечательно. Нужно теперь эту штуку привести в порядок. Я же не помню, что я ляпис храню там, где надо. Так. Всё. Шикарненько. Продолжаем разговор. Раз у меня есть ляписные блоки. 1148 ляписного блока. То не стоит ли мне их начать использовать? Стоит. Для этого нужен... Ай! Мотор. Одна штука. Хотя не сделать ли мне вот эти вот листы перед тем, как я начну всё это держать в руках? Чем, чем, чем всё должно завершиться? Здесь мне нужно сделать штуку из ядолона. Так я её сделаю по-бырому. У меня есть небольшая проблема. У меня кончаются кристаллы для икспы. Чёрт возьми, 60 уровней. Ты думаешь ведь? Стоп. В другую сторону. Так. С этот полный. Хорошо. У меня есть 4 полных кристалла для икспы. И один скоро станет тоже полным. Также было бы прикольно почитать про одну штучку, которую, может быть, я хочу сделать. Ну, магмоблок нормально работает для ядолона, да? У меня сейчас одета какая-то большая белая хламида. Я, наверное, хочу какую-то другую хламиду. А в ядолоне... Так работать будет вообще? Есть... А, во, у меня даже есть ведро воды. Есть какая-то... О, булькает даже. Спасно. Значит, работает. Есть какая-то кольчужка. Знаете, на неё посмотрим. Что она даёт? Guarded Mail. Guarded Runes imbued. White X. Defends against arcane attack. When worn any armor of worn over it is bolstered. Able to defend against magic attacks that would normally pierce through. Она добавляет плюс 1. Она добавляет плюс 1 к magic resistance. Классно. Но занимаемся мы немножко другим. Мы делаем себе большой Soul Gem. Вопрос только. Рецепт. Красный, синий. Красный, синий. Вот этот помешать. Красный, синий. Вот этот два раза помешать. И один кварц. Главное не попортить. Красный, синий. Готово. Готово же. Ага. Не понял. Не-не-не. Вы не, вы не похожи. Я вообще не понял. Амма. Я их забрал. Как вообще это возможно? Вода есть. Давай, булькай. Красный, красный, синий, синий. Ждём. Раз, два, три, четыре. Мешать, мешать. Не успел. Успел. Ура! Так, мы закрыли вот всё вот это. Единственное, в низер надо сходить. А не сходить ли у меня в низер? Ко мне пришёл ходячий торговец. Сделал он это очень странно. Давайте посмотрим, он там вообще живой, не живой? Ты же смотри, живой он пауть умеет. Ну ладно, если ты умеешь пауть, так классно. Рыба. Рецент. Ничего интересного. Ну что, куда? Вот сюда вот. Там хорошее место для низер портала. А почему бы нет? Прямо шикарное место для низер портала. Главное, я его видеть буду с той стороны. Единственное, только вексов уберу отсюда, а то они вексы сдают хоть. Ну, кстати, данжен. Даю данжен. Сэндик. Нафига он мне? Нет, я, конечно, потом заберу, но потом. Для начала надо сходить в низер. Так. И... Вот. Есть ли у меня какая-нибудь штука для поджигания порталов? Угу. А, квадрат, квадрат. 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 Кстати, интересный вопрос. Так. А скажите, пожалуйста, можно ли крейт из... крейт из механи... самая... вот этот вот запихнуть в... запихнуть, запихнуть, запихнуть вот сюда. Ведь если это так, то это было бы очень классно. Ты ж смотри. Супер. 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 Вейзис. Ага. То есть мне сейчас надо взять несколько крейтов. Мне... мне вейзу нужны. А мне нужно выполнить... нет, не этот квест. Вот этот вот. Блейз Бернер. Сделать себе. А, для этого нужен Блейз. Для этого нужно найти Блейзов. А, хорошо. Блейзис. А сколько у меня еще будет? Визер Скелетонс. Криперс. Как называется шлаг всякий? Стоя, наверное. Ладно. Чтобы вам было не обидно с большой буквы. Итак. В этот ящик идут Блейзы. Сюда идут визеры. Сюда идут всякие отстои. А все то, что не отстоя и не от сам, это скелеты и зомби, которые у нас остаются вот в этой коробочке. Так. Смотрим, что у нас тут. Понимаешь ли? Бывает. Это у нас скелетоны. Где у нас коробочка, которой мы их накрываем? Вот это. Это у нас скелетоны. Соответственно, скелетоны. Это у нас все остальное. И оно идет... А, куда? Куда? Ну, пока сюда. Ну вот. Сразу же нашел спаунер Блейзов. Повезло. Нам нужен Бернер. Еще не троганный. И нам нужен Блейз, который мы поймаем. О! Красота какая! И что дальше делать? У меня сейчас тут все сожгут. Или не сожгете? О! Файр. Нет, что-то как-то очень мощно в файр. А ты-то что здесь делаешь? А, ну ты все правильно делаешь. Так и надо. Готов? Ай! Что-то я падаю. А, я смотрел вниз и упал. Все правильно. Так. Соответственно, это что такое? Блейз. Окей. Блейзы найдены. Это пиглины. Это пиглины. Так. Если что, у меня два таких вот. Соответственно, я вот этот вот квест закрыл. Осталось. Крашер. Крашер требует, чтобы я собрал Крашер. Тогда я получу ачивку из Имерсива, а это реагирует на ачивку из Имерсива. Нужно ли мне собирать Крашер-то? А ладно, на самом деле, я тут все потрогал. Ну, дальше у нас будет инженюинити. Вот инженюинити не собирается по-нормальному, пока я не пройду вот эту вот всю. Хотя она должна проходить. Мне нужно сделать стилкейсинг, наверное. Правда? Дайте нам стилкейсинг. Стилкейсинг. Одна штука из механизма. Ну, вот почему-то эту ачивку не дают. Окейсинг. Может быть, нужно HelloBitumen сначала получить? Ну, а мы можем получить HelloBitumen. Для этого надо пройти... Для этого вот эту вот всю линейку надо пройти до конца. Вот до сюда. Паунер белых шалкеров. Черт возьми. Было дело. Прикольно. Что такое? Стреи. Стреи здесь вместе со всеми. Это спайдеры. Это дамп... Самые вот эти. Дампсы. Это визоры. Нет, визоры. Их мало. И визоры. Так, со сколько у меня еще осталось боксов? Ну, то, что много. Наверное, можно рассортировать. На удивление, больше всего спаунеров у меня, конечно, какие-то одетые скелеты. Интересно. А, зомбифает пиглины. Так как бы зам идет. Там же магмакубы и прочая радость. Прям вот их тонна этих скелетов. Может мне их столько не надо? Да. Откуда у меня зомбифает пиглины? Их же нету, каковых, кто не спаунит. Вот эту коробочку, если оно заспаунится, это иллюзионист. Это вот этот вот жуткий моб. Даже не знаю откуда. Написано Minecraft. Но похоже, что это из маны дертифайса. Это жуткий моб. Так, это у меня что такое? Шалкеры. А это иллюзионист. Не знаю, что с ними делать. О, визер скелеты пошли. Я думаю, что у меня их мало. Но их, по-моему, у меня реально мало. Эндермены. Полезно. Это эндермайты. Это отстой. Такс. Окей. То есть мне нужна еще одна коробочка под названием... Как она будет называться-то? Прикольная. Прикольная. И если я смогу нормально спавнить их спавнерами, то будем пользоваться спавнерами. Иначе. Если я не смогу их спавнить спавнерами, то прям я даже не знаю. У меня, понимаешь ли, нет мобграйндера. Как я живу без мобграйндера, не очень понятно. Откуда порох брать? Нет, ну порох понятно. Производится. Не проблема. Кстати, что у нас тут? Вроде работает. Кислорода не хватает. Стильно не хватает кислорода. Ну что ж ты поделаешь. Не хватает кислорода. Так бывает. Решил посмотреть все-таки, как работает прожектор. Ага. Критет вуден плэнк. Все есть, все есть, все есть. Нужен лантерн. Лантерн фигня. Берем прожектор. Вопрос. Надо ли его заряжать? Ты ж смотри. Так. Крашер, пожалуйста. Я его просто тупо построить хочу. Confirm. Просто хочу его построить и получить ачивку. Больше ничего я не хочу. Да? Нет. Нет. Mirror. Rotate. Rotate. Confirm. Стоит? Не стоит. Что ж тебе нужно сделать, чтобы он начал тут стоять? Так, кнопочка у нас тут стоять называется. Крашер. Стоп, 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 стоп. Что же было здесь? Ммм. Ммм. Шифт-клик. А, вот, прожектор mode и... Какой у нас бывает режим? Selection и Projector. А, вот. Projection. Это Selection. Потом Shift-клик в Projection. Клик. И вот его можно строить. Супер. А, черт. Что-то надо держать в руках. Ну, вроде... Вроде норм. Ммм. Так, это light и все. Это вроде был light. О, он даже подсвечивает, куда ставить то, что у тебя сейчас в руке. А, тоже light. А где Heavy? Красненький сюда. Это все, это фенсы. Окей. Удобно, кстати. Этой фигней не пользовался. Ммм. Окей. Ок. А, это все хопперы. Не расстраивайтесь, мы эту штуку мгновенно разберем. Так, ачивка. Ачивка. Готово, сказал проектор. А что тебе дыркать-то хоть? По-моему, вроде стонный блок ее надо дыркать. Ммм. Молоток. Ок. Нет, значит сбоку. О, ачивка. Ачивка. Ачивка это очень хорошо, это значит, что у нас можно начинать вот этот вот Hello Bitumen. Надо взять в руки Bitum. Битумен взяли. Битумен. Это значит, что мы пробрались, туда пробрались. Надо сделать... Во. Теперь можно взять в руки Steel Casing. Steel Casing. И вот у нас началась вот эта вот линейка Of Invention. Нет, стоп. Давайте, кстати, завершим Arrow Of Invention. А, Ingenuity. Теперь нам нужно сделать инфьюзор. Простенький. А вот этот инфьюзор взять нельзя. Есть вот инфьюзор. Нет, не подходит. Только у меня инфьюзоров. На самом деле у меня их мало. У меня их всего два, а мне их нужно три. Наверное, инфьюзор можно сделать, но пока использовать не будем. Вот вопрос. А куда у меня делся газ... А, вот он, газовый моторчик. Ой. Наверное, не стоило включать эту штуку в fast-режим. Только бы он у нее в fast. Надо было таскать с собой для чего-то, а вот не надо таскать для чего-то с собой. Что там дальше? Анкер. Берем анкер. Есть анкер. Анкер есть. Есть такой. Что нужно? Flux взять. Есть Flux. Flux есть. Все нормально. В общем, я сейчас занимаюсь вот этим вот получением этих самых. Так, что нужно? Все прессы и скрайбер. Сдавав квесты, обнаружив, что Аполлоний-то кончается. Надо с этим что-то придумывать. Интересно, где у меня будет жить реактор. Что-то хуею надо сделать, да? А, это дорогой хуея. Ну ладно, на самом деле можно. Так что, литий и дакшн. Дакшн. Литий-то у меня, конечно, есть. Вот он, дакшн, это надо делать. Турбина. Можем. Ну вот, сделал все квесты, до которых дотягивался. Сюда еще не очень скоро. Но, может быть, имеет смысл как-то вот эту запитать, сделать несколько вот таких штуковинок, ставить тут песочную эту самую падалку и запитать отдельным антанглапортером, я не знаю что. Нужно, кстати, еще... Тут у меня антанглапортер стоит. И там антанглапортер стоит. Придумать, как у меня идут кабели. В принципе, есть вариант пустить поверху. Креновый вариант! Ну а что делать? Также надо понять, как именно у меня кабели... Почему мне пустить вот здесь вот поверху? И здесь у меня тогда будут вот четыре столба с электричеством, которое проводится между этажами. Да, наверное. Просто это задача, которую нужно решить, и не очень важно как. Так. Вот вопрос. Magic. В Magic мы заходим с Resonating Wand. Если мы теперь возьмем в руки Resonating Wand. Resonating Wand. А, нет, смотри, да, заходим, все нормально. Все, шикарно, пошли рок-квистовы. Есть хоть один? А, есть у них квистовы. Придется искать ночью. Ладно. Хорошо. То есть вот эти квесты теперь можно начинать... Нет, вот эти вот квесты можно начинать делать. Ужас-ужас. Я же не сделал вот эту штуку. Надо немедленно делать. Кстати, она, конечно, стоит. Я не знаю, что. Интересно, она работает, если ее запитать Spark. Был бы классно. Так. Я, кстати, вообще не делал. Monodiamond. Monodiamond у нас есть. Что нужно? Просто Monodiamond. Почему у нас эта ачивка не сработала? Потому что делается со стар металла. То есть надо... Во, теперь надо продолжить... Ага, искать рок-квистовы. Как раз ночь. Пошли, ищем ваши рок-квистовы. Во, красота какая! Я вкопался в... Я вкопался. Во! Надо немножко собрать. Опа, доломит. Крейта. Зачем мне доломит, если это не... А... Памень, что ли? Издеваются. Ладно, поехали. Может, так вот поедем. Да, мне кажется, ношу синие-синие штучки. О! Вот, синие штучки позволяют быстро копаться. Да, тут прикольно. Габр какой-то, доломит. Может, из вот этого всего строить? Упал на натуральную скорию. Очень надеюсь, что это не лава, конечно. Лава. Все нормально. Нет, я, конечно, найду свои штучки. Но, черт возьми, как это... Черт возьми... Сейчас в лаву засунусь. А, нет, смотри. Шучки есть. Вот это барахло превращается в мусорку. Так, мы берем нашу кирку с форчуном и шарфик. Шарфик на мне, а форчун... Кирка с форчуном. Пять. Ага. Все. Ура. Так, пять кусочков кристаллов. Sims в understand is not full review. В них есть что-то, но не очень понятно, что... Ой, все барахло, которое я с собой притащил, ехало в аешечку. Окей. Что нам надо? Лайтвиллы. Лайтвиллы у меня есть. Более того, они даже работают, потому что я старался. Лайтвиллы есть. Что там дальше? Нужно взять по одной каждой книжке. У меня, по-моему, все это есть. Раз, два. И нужна обыкновенная ботания. Нужно всякое барахло из Man and Artifice. Ну, это легко. Более того, я же его наверняка расставить где-нибудь захочу. Вот это вот это. Готово. Так, захочу ли я его расставлять? Пока, наверное, не знаю, у меня нет идеи, где это делать. Ээм, ээээ. Ээээ... Ээээ... Рошатиллер класса... О, а рошатиллер-то можно домочить чуть-чуть, совсем капельку домочить в... ... Tough-ceğim капельку домочить во... ... луже. ... станет хорошо. А, то есть он теперь копает 7 на 7, да. Окей, приятная новость. Так, что там дальше было? Это сделано. Более классный сам алтарь, все равно по-любому придется делать. Это сделаем, это сделаем. Без этого нельзя. И в Man of Diamond я захожу только через Star Metal. Нам нужен Mode of Magic. Зачем? Для того, чтобы перейти к этому самому носилу. Mode of Magic у меня есть. Это я делал. Mode of Magic. Готовчинка. Теперь можно взять и Star Metal. Star Metal тоже есть. Но я его не могу. Не могу, не могу, не могу. Ага. Я его не могу по одной простой причине. Потому что он за алтарем. Да, прикольным алтарем. Это значит, мне нужно строиться. Строиться куда-то наверх. Из чего? Ммм. Из флинта, наверное. Взбудили меня страшные звуки. Эту ночь под окном придала лампочка. Такая плохая лампочка. Так, ну чего? Ммм. Вот это мы, наверное, отмечаем как место, откуда будут ночью падать скелеты. А дальше... Ну ладно, ладно, ладно. Осветим мы здесь. Благо, что освещать есть чем. Пока что освещаем вот этим вот изобразием. А дальше еще примерно 9, наверное. Ой, 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 ой. Еще лампочка. Это же еда. Вот. А дальше еще примерно 9. Я думаю, это достаточно высоко. Это, конечно, ниже облаков, но... Еще и так. Ну а дальше только один вариант. Нормальные строительные палочки у меня... Вот эта штука нормально не строит. Поэтому у меня есть нормальная фиолетовая строительная палочка. Кстати, Formation Wand. А, из тебя можно что-нибудь сделать? Нет, из тебя ни черта не сделаешь, да? Окей. Но зато она настроена... Нет, не туда она настроена. Shift-клик. Нет. Клик. Да. И у нас... Стоп. Shift horizontal, vertical, sphere, towards the player. Да, вот сюда вот. Шикарно. Вот примерно на этой высоте мы будем делать себе, собственно, остров в сорцере. Максимально мощный. Офигенный остров в сорцере. Из-за отсутствия нормального мармала придется строить кварковским. Но, с другой стороны, кварковский мармал не так уж плохой. Так. Единственный вопрос — это как туда подыматься. Потому что slipstream — это, конечно, slipstream. Вот. Но тут, я боюсь, уже нужна какая-то то ли телепортация, то ли еще что-то. В общем, вот так вот. И вот здесь мы, наверное, будем строить вот этой штуковиной. Она более предназначена для замощения поверхностей. Ну и, конечно же, нужно сделать две вещи. Вещь номер один — понять, где у меня чего. Насколько я помню, самый мощный Starlight был здесь. Не отвечу, кстати, на этот вопрос. Но, с другой стороны, надо как-то протянуть туда, наверх, кабель. И существует вероятность, хотя нет, на самом деле, там никаких штуковин автопроизводиться не будет. Я думаю, что восьми каналов просто хватит. У меня летавочка кончится, и будет очень обидно. Потому что я почти добрался. Во! А, дайте нам, пожалуйста, еще один крафтинг-сервинок. Вот. Не работает. А, не, работает. Так, а что это он мог не работать? Ладно, вот это с собой таскать. Вот этого хватило. Все нормально. А алтарь будем строить на... Вот будем мы... Как мы будем строить алтарь? Кто-то знает. Ну, ладно. На самом деле нам нужен коллектор. У меня есть неизвестный. Десядийный. Хоть один, насколько я помню, нужен. Бенч. Одна штука. Для того, чтобы сделать из него алтарь. Нужно взять палочку. Ритуалом управлявочку. Тоже менять самые старметов, которые... Вот, куда они... Может быть, я же вылетал из игры. Может, я их просто в тот момент не успел сделать. Все могло быть. Ну-ка, осилишь? Осилим. Где моя ачивка? Нужно проапгрейженный. Ну, сейчас проапгрейдим. Так. А ачивка у меня, на самом деле, не здесь. Ачивка у меня, на самом деле, должна была появиться здесь. Я должен был стать чуваком, который понимает не только в Discovery, а он еще понимает в Exploration. Так. Looking Glass, это, конечно, хорошо. Но меня бы, конечно, устроила обсерватория. Есть же у нас обсерватория? Есть. Я могу ее пользоваться? Подставить. Буду ли я здесь на верхотуре? У-у-у, нифига не видно. Ставить Attunement. Черт его знает. Так. Коллектор. Пока не нужен. Но я смогу поставить коллектор к своему алтарю. И здесь у меня старва это будет до черта всегда и много. Так. Окей. Ну что, надо ждать ночи, что ли, получается. Давайте возьмем фенцы. Какие-нибудь красивые. Низербрикные фенцы. Давайте возьмем из мода Comforts. Вот это вот барахло. И где-нибудь здесь. О-о-о, ты же смотри, это ачивка. Где-нибудь здесь поставим. Раз, два, три, четыре. О, нет, по-моему, не так. Вот так. Ставим себе гамачок. Ах, вы же зараза. Окей, хорошо. А какой прикольный блок у меня есть. Ммм, каракота? Ну, точно нет. Стрипт Оак есть. Оаквуд. Вуд. Зачем стрипт Оаквуд? Вуд отличается от стрипт Оака. Можно на такой маленькой высоте его ставить. Ну, вроде можно. Провадка. А вон луна уже есть. Супер. То есть мне нужен фосик для того, чтобы увидеть, где у меня именно здесь Starlight. А, Starlight вот именно здесь. То есть мой алтарь пойдет куда-то вот сюда. Ммм. Вот сюда. Окей. Алтарь идет сверху. Как у нас обрядится алтарь? Да, наверное, сюда стоит притащить мои запасы Starlight. Потому что, во-первых, вот здесь Starlight работать не будет. Ну ладно, сейчас потратим. Все отнесем. Вот. А потому что здесь, собственно, звездного света не видно. А с другой стороны, что-то как-то очень далековато летать. Нужно телепортеры ставить. Так. Что нам нужно? Нам нужно ведро звездного света. Ой, а почему я вижу? Вот почему. Тут... Ууу! Хорошо. Тут очень хорошо. А здесь нету, да? То есть здесь он должен стоять где-то. То есть здесь, а на углу не надо, потому что мы же еще будем какие-то ритуалы вокруг него ставить. Так что сойдет. Так, что нам нужно? Нам нужно вот это. Нам нужен Rock Crystal. Неизвестно какой. Или уже известно? Да, известно. Это что такое? Это у нас Purity Shape. У нас тоже какой-то purity. Ну, в общем, извини, Rock Crystal. Меня очень интересуют Rock Crystal вообще, в принципе. Поэтому где-то у меня был Star Metal Cutting Tool. И я тебя немножечко упинаю. Паскальцо. Всегда снимать, всегда снимать. Вверху будем его снимать, чтобы было видно. Так. Я тебя вообще разобрать могу? Не та палка. Как-то ничего нету. Арчи я, конечно, возьму. Они нужны. Но еще нужен... Что он, по-моему, называется? Да. Нет, не тот, Soul. Каттер. Да. Один Stone Cutter нужен. Без Stone Cutter плохо, потому что мне нужны излиды. Энгрэвиды. Так-с. Нам нужен алтарь. Ура! Ура! У нас будет самое ведро Starlight. У нас будет алтарь. И я смогу пойти дальше по этим самым. Так, ну типа алтарь готов. А, его придется... Его же придется улучшать. Так, Celestia в gateway теперь мне доступны. И вот эта вот красота. Окей. А более того, мне должны быть доступны сейчас созвездия. Какая-то дура. Вон черта не видно. Может, мне ее еще нельзя, поэтому ни черта не видно. Ладно, у меня есть Looking Glass. Нет. Называется... Есть у меня такой девайс. Из прошлой жизни остался. Вот, что это у нас такое? Это у нас... Это у нас... Я же помню, что это такое. Ладно, на самом деле, сейчас посмотрим. Это у нас Evorcio. Это что такое? Что это такое? А это как раз из вот этих вот треугольничков штука сделанная. По-моему... В ту сторону она дальше идет? В эту? Да, это она. Это у нас... Здесь три, здесь три. Я не помню такую. Вот это, наверное. Она же, где звезда? Вроде она. Здесь по контуру. Эти две соединенные. Она. Надо что-то срочно делать с защитой этого места. Но защиту я делал в прошлом миле. Посмотрим, будет вот эта штука работать тут? Будет ли она работать, если мы ее разместим на таком пьедестальчике по центру? Вот. Будет ли она вот здесь вот все светить? Будет ли она вот здесь вот освещать все? Если да, я уберу эти дурацкие фу... Да, ты ж смотри, будет. Ты ж смотри, какая красота. Ну, шикарно. Так-с. Этот автарь мне, к сожалению, придется по-честному обеспечить тем самым, что называется, в сути марблом. Э-э-э. Все плохо. Буду ли я ставить алкариот на такой высоте или я хочу, чтобы... Я, наверное, буду ставить его на такой высоте, потому что пол, не хочется портить пол. Давайте. Марблы. Нужен черный, вот этот, вот этот, 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 этот. Нет, это как раз не нужно. Наверное, надо сразу следующую версию автаря делать. Но можно, конечно, поискать какие-нибудь созвездия, которые я еще не видел в прошлый раз, но вряд ли. Да, нам нужна следующая версия автаря. Что нам для этого надо? Для этого нам нужен еще один Рок Кристалл, наверняка. Аквамарин и Стардаст. Окей. У меня даже почти не хватает на него Старвайта. Как так? Нет, ну понятно, что еще не очень со временем у меня... О, хватает Старвайта для него. Но черт возьми, что дают. Есть какие-нибудь интересные? Есть какие-то созвездия? Это вот эта вот пуховинка, которая... Где звезда? Звезда вторая. Которая рисуется вот так. Кажется. Жанна? Она... Остальное более-менее открыто. Я сделал эту штуку, я смогу воспользоваться? Не там стоит. О! Это веселее. О, что-то есть. Я знаю такую. Это очень важная, она ценная. Нужна для всего. Стоп. Я ее не нарисовал, да? Эм... Не нарисовал? Это ж ужас какой... Или я не могу ее нарисовать? Я не могу ее нарисовать. Знаете почему? Может, у меня бумажек нет? Так, ладненько. Автарь готов. Я могу пользоваться... Во-первых, Celestial в GitVM, во-вторых, Attunement. Attunement у меня есть, его делать не надо. Attunement или Attunement. Готов. Потом поставим. А и Celestial, Celestial у меня где-то спрятаны в белой коробочке. Прямо целая эта самая технология. Вот они здесь у меня, да. Так, теперь я могу сделать Teleport Vient. Надо взять запас моих бумажечек и те бумажечки засунуть в книжечку. Думал, зачем я их добываю? Бумажечки. Nothing here. Ага. Реально nothing is here. А если я ее беру? Ничего не произошло. Окей. Ладненько. Рано. Да, конечно, Attunement у меня сюда никуда не воткнется. Так, жаль. Жаль, 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 жаль. Значит, надо вот этот авталь увеличивать, да? Ух, не хочу. Это же его надо разбирать. Увеличивать. Всего один Resonating Game. Ага. Ненавижу. Ненавижу. А то есть Chalice. что позволит мне хорошо это сделать. И есть Starlight Infuser. Ставился на ляписный блок опять. Ну так мы ляпис-то любим, а? Где его ставить? Ну, допустим, где-то здесь. По-моему, на ляписный блок он ставится, насколько я помню. Наверх встает вот эта штуковина. К сожалению, она два уровня вниз. И вот это можно... Вот это, конечно, можно заменить на обыкновенный мрамор. Не на кварковский. Да. Домик дизасемблер вещь. Это же обычный мрамор. Эй. Ты упал. А что это ты упал, когда у меня в руках вот самое колечко? Не должно быть. Домик. Заставили строить. Я думаю, от него на первое время отказаться. О! Тут нормально втыкается. И полишет марбу. Закрыть им пол. Да, говорит правильного цвета штука. Действительно, на ляписный блок ставится. Есть у чалюса одна неприятная особенность. Чалюс наполняется снизу. Кстати, да, это хорошее такое старвайтное самое место для острова Сорцери. Вот. В общем, из-за того, что чалюс... А, у меня есть с собой чалюс. Из-за того, что он наполняется снизу, его ужасно неудобно ставить. Но отсюда он будет нормально работать. То есть... Ага. О, пошел. Вот. То есть можно заниматься производством этих самых дурацких камушков. Ах! Ненавижу. Ненавижу. Долго? Внутрно. Временем можно перенести вот эту историю вам наверх. Я освободил довольно много старвайта в этих банках. Стек. Он стек. Стек ведь? Стек. Ой. Проблема в том, что пошел дождь. А, дождь меня совсем не радует. Прям вот совсем-совсем-совсем-совсем. Надо восстановить вот эту историю. Ну, допустим, здесь. Как-то так. Так. Они же работают в дождь. Я... Установить вот эту фиговинку сюда. Та фиговинка сможет пожить некоторое время без старвайта. И включить. Ну вот, сломалась. Сломалась штука. Так, ну что, мы можем сделать следующий автарь? Для следующего автаря у меня чего-то не хватает. Нет, ты ж смотри, можем. Но вообще нет света, вообще нет ни черта. Такс. Что это для нас значит? Это значит, что мы пойдем делать тир-тира бузу. Но для бузу нужен подсолнечник. Подсолнечник. Вот так есть. Это у нас Monovering of. Это у нас стринги. В не очень большом количестве засунутые в... Восемь надо, да? В... В... Сюда. Ок. Ок. Готово. Ты ж смотри. Сейчас у нас не будет никакого дождя. Такс. Подсолнечник. Есть такой. Бузу готов. Сунфавер. Опаньки. был мой единственный санклауэр одна хорошо как делается санклауэр из лилипеда фауэр у меня кажется есть у меня есть хорошо вопрос а на самом деле как какой вопрос нам нужен каталист каталист должен пойти например вот вот этот вот монопул мне же всегда будут полные монопулы если я буду себя правильно вести вовремя подносить динамит готовченко готовченко вопрос как они производятся а мне нужно просто как-то производить цветы и больше у меня вариантов нету было бы неплохо если бы куда его поставил было бы неплохо держи недовольный дождь кончился довольный было бы неплохо если бы можно было как-то выращивать но их не в чем выращивать так ну и соответственно меня скоро будет вечер надо поспать и когда у нас будет и я сплю под гамаком и можно будет делать вот этот тартарчик но есть проблема у меня не хватит цвета но у меня есть решение этой проблемы даже два один стоит здесь один стоит здесь их нельзя ставить рядом друг с другом они жрут цвет друг друга вот такие и у меня хватит это здесь да мне как у меня конкретно хватит цвета здесь нужно даже не делать линзы дурацкие хотя наверное стоит сделать да вы что должно хватать должно хватать о заводится как нет у меня дастер нас 1 . заводится заводится как очень старая машина так чё там нужно были кирпичики нужно было вот здесь расставить до насколько я помню только раз я уже производил эти ритуалы вы не представляете себе а да я получил то от сама ачивку давай рисуй где где нужны кирпичики здесь нужны кирпичики дает хорошо что он нарисовал что иначе я бы расположил совсем не здесь не самый дурной алтарь света конечно не не максимум но со светом нормально светом можно жить итак если я сделал последний алтарь кто-то подсказывает мне но я могу прочитать дурацкие бумажки а я пошел-ка до зеркальцем ходилось но вы не поверите инститивейшн пайпер из нафин хир хочу это нафин хиро то всех инститивейшн на которые я видел нужно что-то еще сделать с ресерчем вот вот это я вот это я уже не понимаю я не могу прочитать эти бумажки что же я такое делал что я затюнился и только после этого прочитать и бумажки надо ставить оттюньмин тот самый куда я ничего не сделаю даже несмотря на то что вижу вот эту штуку жаль ну ладно хорошо можем тогда продолжить делать квесты из ботании можно поспать хорошенько так я чё здесь я тоже под кроватью сплю так квесты из ботании мне нужно для начала взять вот эту штуку в руке так я ее взял в руке она у меня была в руках ее надо скрафтить и растил англомерейшн плейт ну же она или и блин скрафтить надо я не хочу ее крафтить она дорогая правда сейчас для меня она недорогая но все же у меня моно даймонд у меня моно даймонд был не сделан хотя а да 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 стрелочка в эту сторону все замечательно и и растильчик пожалуйста а портим топорики мои волшебные чудесные паса а а можно супер сделать так и что такой портал для портала нам нужно построить портал ботания у нас есть у нас есть ливен вуд плэнкс и по моему глиммелинг есть или ливен вуд еще он строится не помню ливен гейтвей корр окей где у меня будет портал он не должен быть слишком далеко от моего да здесь наверное корр есть я не помню вуд или плэнкс и по моему вуд а где у меня пилон это для него будут а пилоны как раз будут прямо вот вот здесь вот в моем монохранилище точно о а а и как то так конечно дайте попробуем его включить что нам нужны нам нужны пилоны пилоны зеленые расставляем зеленые пилоны где-то здесь вроде норм вроде почти все правильно где моя палочка ботанявочка интересно да я ее дел в рюкзачок я ее дел работает супер если оно работает то нам нужен карпория ненавижу карпория гая спирит и цветочек цветочек называется ричит есть такой кстати к вейс так а еще нам нужен гая спирит гая спирит готово то есть магию мы прошли осталось карпория сделать совсем не хочу карпория я ее не умею пользоваться и делать не очень хочется и стоит она хотя не так уж она и стоит так нужен карпория спарк мастер карпория спарк то есть нужно 3 карпория спарка давайте сделаем одну может поиграемся в это барахло готова одну такую жадничать отдайте где мой алмаз ух ты а через этот портал можно читать можно искать сокровище готово и нужен еще карпория ну еще два моно даймонда ну вроде готова и я закрыл магию вы не поверите магию я закрыл раньше чем инвеншн потому что тут нужно было вот эти штуки делать ну давайте кстати сделаем по моему и то и другое у меня даже где-то было по крайней мере соул этот вот у меня где-то был одна есть есть что там надо было мы можем себе позволить это сделать называется boost soul но запустить мы это не сможем потому что нам нужен правильный бензин ну насколько я помню блэпер boost soul пожалуйста не хватает рукоят окей ну-ка а нужен столик специальный мы даже не будем этим пользоваться может ее можно заправить бензином хороший вопрос готово chapter completed очень при как прекрасно sustы набилить и конечно бы закомплитать но у меня не получилось добыть а из свиньи ветчину от процентов вообще а чем ее надо добавить боба лутинг чтобы из них вываливался хэм у меня почему-то хэм не вываливается это хороший вопрос ну ладно суста и набилить и не очень хочется инжиниути 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 да нужен на самом деле потому что я же сейчас запущу ядерный реактор для того чтобы производить антиматерию ее нужны тонны черт его знает creation начинается с юранайта юранайт делается юранайт кстати у меня точно нет юранайта я же цветочек эксплуатировал юранайт нет есть дёртью юрэниум даст мута который вообще не должен существовать потому что куда он в вошер засовывается нет куда он засовывается работай куда у меня юрэниум даст но у меня есть еще и надежды на ритуал из остров сорцере которым мы сегодня идем мимильными шагами и они впихиваются кстати я переработал почти всю браню самую руду которая у меня была прикольно очень прикольно прямо приятно делать барахлом террасил агломерейшн плейт надо отменить слежение вот за этим квестом почище ну раз все плохо а а где он а не та коробка можно попробовать сначала затюниться там нужны были тонны сути или нужны тонны сути сначала затюнется а потом посмотреть вдруг мне дадут следующие эти самые бумажки прочитать где у меня будет оттюнментаутор я думаю что здесь неплохое место под водой никто не спавнится над водой никто не спавнится останавливаться вот на эти штучки можно опасно же вот так новая проблема это нет на самом деле никакой проблемы есть пулемет можно приседать по этим шуткам да, будем минуеся на болотах х он опасно же вот как здесь все осветить . освещавочка она все равно по-любому нужно будет потому что мы же будем убивать визера правда ну в общем путру у меня был более-менее нормальный и он тюнментаутор его даже можно посмотреть а нет вон он окей такс хорошо дальше что дальше нужно придумать на что я буду тюниться у меня всего немножко вариант либо на диссидию называется так называются вот эти штучки они называются к сожалению либо на диссидию либо на ломание блоков я боюсь что на ломание блоков и так я вообще занимаюсь я строю даже непонятно она хорошо непонятно значит непонятно кстати можно забрать вот эти все машины собрать и перетащить их ой blue powder перетащить их ну дальше что ли я сделать вид что этот все собрал кстати наверное имеет смысл еще и осми добывать об этом я на самом деле не подумал надо их все попили конфигурить дело в том что осми начинает серьезно не хватать ужас какой фиг new item stack 8 ну и конечно же настраивать вот этой карточкой все будут настроены как лисниться всех барахляндия и стенкам и пойти расставить как-то но я даже не знаю как их расставлять их судя по всему нужно расставить по периметру моей базы ну тип того и тогда все то что в 30 блоках от нее будет о да будет о майне на как-то вот матически забирать из них барахло узнает а где-то вот здесь вот а у меня тир у меня же сохранился тир вот этого самого из манэндер тифайса ну кася ну кася ну кася окулус окулус нужен да это все делал по моему это все суда делал или же окулус где интересно что такое велосипец да батания здесь боюсь займет все место это сделать еще один этаж под остальную магию едалон и сам анандер тифайс но все же где же у меня окулус вот он мой окулус можно поставить куда-то сюда смотрите а я максимального тира я могу поставить все что хочу шикарно прямо вот хочу надо вопрос как бы мне красивенько расставить печки еще это скрайбер анвел ранник скрайбер печки давайте вот так попробуем вот пошли печки да это печки без апгрейдов потому что грейды для печек чему-то с них снялись когда я демонтировал печки можно еще одну такую штуку сделать тут их 6 до было 5 сделал за это дадут ачивку а за это давали не ачивку за это давали следующий тир в едалоне как здесь все здесь не интересно здесь интересно об шарном челленджи 1 так дальше где-то у меня были вот вот эти штуки давайте попробуем а это же не полный блок неполный двойной блок можно ли поставиться вот куда-то вот сюда ну типа да шикарно этим мы и воспользуемся о-о-о-о и она же сюда подключается до готовченко чем будем жарить хорош вопрос окс отсюда достаем отсюда достаем ну давайте пожарим не знаю камня смотрим как будет жариться камень он будет жариться долго и нудно но мне эти печки сейчас пока не нужны во включили все хорошо пошло нужно еще один амгрейт сделать для этой печки эти печки это не жадность насчет самое жарите скорее все будут в этой вот печки она классная руда свежая приехала я хочу другого я хочу чтобы у меня там пластинки сразу когда нужно было жарить рыжие пластинки сразу можно было это дело начинать делать ну чего опаньки кончилась батарейка да то есть сюда надо как-то завести энергию и не вот этим дурацким способом да реально нужно завести энергию окей а я уже понял как я это буду делать энергия у меня идет тут можно вот этими дурацкими трубами она у меня идет как-то вот так и подключается туда к этой самой точно так же может быть имеет смысл провести и аешку так если опущу здесь будет плохо поэтому я нет я опущу здесь конечно потому что нет я опущу здесь вот и мы сразу подключимся ко всему ни к чему мы тут не подключимся Ваня более того вот эту вот загораживать нельзя и вот это вот загораживать нельзя и что ты будешь делать но видимо не использовать вот это подключение видимо как-то так у меня здесь есть электричество и электричество мы заводим не вот сюда вот электричество мы заводим вот сюда вот и всего хватило супер энергии до черта а где я буду заряжаться броню я видимо буду заряжать где-то здесь норм везде есть везде есть супер окей вот это надо перетащить куда-то неудобно сюда бегать а вот это барахло оказывается довольно часто бывает нужно ну тут кстати под свободней стало супер черт возьми такс что у нас есть у нас вернуты квесты которые были сделаны так петь сетап автоматик ли продюсмана везно инпутс автоматик ли продюсмана везно инпутс везно инпутс вариант следующий мы перетираем в кобл генератором произведенный кобл на гравий продуваем гравий на железо и флинт флинт то как у нас делается флинт это либо вот так песочек флинт и клейболы из гравия угу окей кстати интересно песочек клей куда девать либо продуваем гравий на железо либо два раза продуваться мы промалываем гравий хороший вариант мне нужны каблогены потому что я не хочу делать каблогены которые тупят и тормозят такс дальше мы из гравия делаем gunpowder gunpowder через автокрафтер о стопа песочек тогда нужен будет если мы производим gunpowder вот и запихиваем все дело в динамитную черепаху и черепаха у нас тут соответственно фигачит вот этот динамит и это будет у нас автоматическое производство маны без каких-нибудь инпутов так ладненько автоматическое убивание визоров здесь есть проблема автоматически то я его убью но мне головы скелетов нужны автоматическая ферма да не вопрос у меня же от самой есть клоши это система которая венгивен орс в продюсер и квинтупол а квинтупол это производство серной кислоты в принципе я могу это сделать потому что учитыверение у меня уже работает надо ли мне это я точно понимаю что мне это не нужно а упитерение руды да понятно автоматизировать подставки в нитрореактор уранайта я не хочу нитрореактор он фигня 14 уникальных фут-тайпов now to fill a golden lunchbox это автомат автомат так максимально размера реактор это жесть будет и рафлозия я не знаю как ее пользоваться окей что у нас еще есть у нас есть ну все собственно надо поиграться во всякие моды а потом добавить мод под названием пневматик наверное о да после того как я пройду все эти квесты добавлю себе пневматик точно точно но я не пройду квест с визором если у меня не будет системы убивания визор скелета они спаунятся только когда есть я по крайней мере я не нашел ничего со словами спаун есть какой-то респаун обелиск который можно кстати сделать но откуда берут эмберы из роу эмбера откуда берут роу эмбер непонятно вот но черт возьми ух ты оно уже столько нажарева неплохие печки неплохие не знаю что со всем этим барахлом делать здесь есть здесь есть тут есть камень да здесь есть камень разбираем этот камень вот сюда такс он поехал круть и вот едет ладно я думаю что это прогресс конечно мы не избавились от вот этой воды печалька но мы избавимся от этой воды вот что-нибудь придумаем обязательно ну это в следующей серии но зато мы это самое а а я так и не понял что мне делать с островом сорцере мне опять не дают бумажки и есть еще одна проблема ляпис что делать с ляписом и до изучения минералиса я не изучу вообще ну самое я не сделаю вообще никакого генератора ничего что ты будешь делать что такое не везет и как с этим бороться это я могу делать старметов катентумы наконец-то ну ладно на самом деле зачем я убрал книжку мне нужно идти чантиться на Evorsio ричал ричал рефлексинг раптат ричал мантл а есть какой-нибудь а это же я увижу в тот момент когда получу перки ну давайте пока начнем с Evorsio destruction нет я не хочу Evorsio хочу Dissidia Dissidia это offense offense будем это убивать на удивление сегодня не Dissidia ладно а есть спаунер сквидов хочу спаунер сквидов понимаешь ли потому что часто нужны ой как страшно блайндесс где-то я это уже в The Mod 6 видел а когда ты кого-то убиваешь мирного на тебя вешают блайндесс но это немножко не то прикольно здесь что-то там дайте эту штуку она иногда бывает нужна ну чё ладно идем может быть завтра пока можно сделать страшное где-где мои рейты они пустые да можно взять собственно то с чем я бегал в самом начале серии мотор можно взять пастеренки немножко можно взять не крафтеры давайте из крейта возьмем нам нужны крафтеры очень много вот они банки у меня с собой всегда есть мне нужно взять много на хопперов хопперы пожалуйста да они нам пригодятся так и сделать себе где-нибудь вот здесь вот у меня будет производство серной кислоты и руды да вот это должно уехать наверх к сожалению а вот здесь мы можем себе сделать производство кучек что нам нужно понятно что нет но будет даже здесь понятно что у нас будут штучки золотые штуки сюда здесь у нас редстонные штуки вообще не так сверху у меня одна эта самая штука и я бы не хотел сюда как-то хитро запихивать предметы хотел бы чтобы оно запихивалось само куда надо поэтому будем использовать трубы из этого самого из механизма точно точно трубы из механизма берем кстати взять вот те вот где-то у меня были механизмовские трубы которые простые и так как я одну трубу где-то потерял надо да логистикл вот это универсал кабеля с собой взять ну вот и так как я где-то что-то потерял чтоб мне даже не нужны будут может к ним подключается да круто и как это делать ну типа вот так наверное и как-то нет вообще не так они же будут касаться друг друга они должны быть раскрашенные они должны иметь все разные точки входа так так вот эти раскрашенные а вот с этим что делать а этот заводить вот отсюда нет этих труб не хватит будет жесткая конструкция ну вот и ну вот и ну вот Поэтому все очень хреново. Вот трубы. Да нет, на самом деле, не будем мы их использовать. Я их просто... Просто не могу их пробредить, их надо выкинуть. Они медленные. Я бы хотел, чтобы эта штука работала быстро. Такс. А нельзя ли использовать для этих целей коперы? Стоп. Вот же ж. Нет, не так. Вот же ж эта история. Да. Вот так мы соединились. И если уж очень хотим сюда подъехать... Здесь мы точно не соединяемся. Здесь не знаю. Сюда надо как-то проехать мимо вот этой истории. Вот так. Вообще нет. Типа того. Ок. Отсюда надо вытаскивать все предметы логистикам этим самым. То есть эта штука вообще не здесь. Эта штука, допустим... Где она может стоять? Она, допустим, стоит вообще здесь. Да, идет логистикл сортер. Все плохо. Тут нужно устанавливать пресс. То есть, допустим, мотор у нас крутит вот это колесико. И оно подключено сюда. Еще нет. Да. Сюда подключен мотор. Вот. Логистикл сортер на самом деле очень классно устанавливать вот сюда. Потому что тогда он все вытаскивает из той же самой коробочки. Он же вытаскивает только то, что надо. Ну... Так. А вот этот вот логистикл сортер — это полезный сортер. Он настроен на производство самых працов. Хотим ли мы производить працы вот таким способом? Неизвестно. Может быть, я захочу их производить при помощи Клайда. Это что такое? О, фигня. Берем фигню. Ок. Такс. Ну что, поехали. Новый фильтр. Голднаггеты. Синенькие. И вот это у нас синенькое. Да. Это будет зелененькое. Что-то куда-то едет. Что-то куда-то приехало. Что-то получается. И теперь самая страшная история — это сделать себе здесь рядышком пресс. Нужен пресс. Для него нужен... Как эта штука называется? Ммм... Штука называется депот. Но вот хороший вопрос. Буду ли я пользоваться креейтом? Фишка в том, что если я креейтом не воспользуюсь, мне придется брать еще один логистику в сортер и вытаскивать штучки, которые там плющатся из него. Так. Нам нужны лепестные блоки. Давайте попробуем. Отсюда. Вот сюда будут ехать эспрессо штуки. О, замечательно. Какие-то штуки будут ехать вот этой трубой. Сюда не подсоединяться. Вот сюда. Супер. Так. Как мы его будем крутить? Мы его можем крутить. Ну, элементарно будем крутить. Отставим шестеренку сюда, сюда. Сюда и сюда. Вроде норм. Оставай сюда завести электричество. А может, и завернуться и поставить там самый... Нет, лучше все-таки электричество. Этот самый мы туда ставить не будем. Давайте возьмем пока коробочку, а потом посмотрим, что-то... Тебази с батарейками бегаю. Прям девайс, черт возьми. И производитель этих самых штук. Так, для того, чтобы все происходило быстро... Ну, давайте 128. Так, сюда идет коробочка. Туда идет коробочка. Давайте мы ее вот так поставим. Она же сливает себе в лицо. Аверстрест, понимаешь ли? Она сливает себе в лицо. А почему она сливает себе в лицо? Учитывая, что здесь такой мощный девайс, мы получили аверстрест. Очень интересно. О, как. Хорошо. Можем тебя подкрутить повыше. Почему аверстрест-то? Ладно, у нас есть способ бороться с аверстрессом. То есть мы сможем настраивать что? Ну, все, на самом деле, можем настраивать. Сюда вставим большое колесо. Оно сюда встанет вообще? Большое колесо. К нему вот эту штуковину. Вот. И уже вот эту штуковину крутим мотором. Крутить у нас тут негде. Такс, ладно, разберемся. Кстати, вот это большое колесо можно вот сюда передать и тут крутить. О, вообще будет шикарно. Такс, единственное, что меня не радует с моторами, давайте по максимуму. Тебе коробочку, мордой сюда. И все завертелось, завертелось, завертелось. А как передавать сюда? Видимо, еще одно большое колесо. Нужно восстановить систему беспроводной работы. Так, большое колесо, типа, сюда. Одновременно с подъемом наверх. Нет, наверх вот сюда можно. Они же соединяются как-то. Я же видел. Ладно, на самом деле, неважно. А, стоп, 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 стоп. Да, действительно, большое колесо, большое, а, стоп. Все нормально, не надо было большое колесо. Все крутится и все фигачит, как не в себя. Осталось только разогнать эту систему по максимуму. Не быстро. Мы можем тебя ускорить. Ну, это оверстресс. Во! Хватит. Вместо вот этого яйца мы ставим вот эти штучки. Во! Смотри, производство штуковинок. Может быть, не надо так быстро. Так, ну и, соответственно, вот сюда вот. Я это всего отключил, да? Нет. А, нет, ее надо как-то подключить, кстати. Хороший вопрос как. Видимо, вот так вот. От этой мы отключены. От этой как раз, наоборот, отключены. Так. И это у нас будет называться зеленый сайн, dark red. Так, что тут? Вы все напортили? Вы все напортили. В dark red у нас будет уезжать синие штучки. Что-то куда-то едет. Что-то куда-то уезжает. Нам не надо так быстро крутить их. Сколько мы тратим электричество? 102 кг. Вообще input 0. Output 102. Сколько мы тратим-то? А мы не тратим почти, да? Ну, ладно. Давайте мы вас... До скольких вас надо догонять? Понятно. Ну, давай здесь 128. И тогда на... Трубы же медленные, черт возьми. Вот. И здесь уменьшим до... До скольких? Вообще непонятно. Да. Давай вот так. Крутишь? Не крутит. Крутит. Работает, конечно, медленно. Но тоже хорошо. Так, что сюда нужно принести? Кучу redstone. Кучу ляписа. Ляписные блоки. И вот ляпис начал тратиться. Да, черт возьми. А стоп, ляписные блоки. У тебя хоппер есть для ляписных блоков? Ляписные блоки идут через хоппер. Работает? Работает. Ну, эту штуку будем автоматизировать. Как минимум, производство крытов и поли-шитров скварцев. Тумит, правда, зараза. Но сойдет. Бывание. Счастья, радости. Пока. Аминь. Аминь. Бывание. Аминь. Аминь.